Вечером 1 декабря 1934 года в Смольном был убит первый секретарь Ленинградского комопартии, член ВКПБ, член Политбюро, член Ордбюро, 48-летний Сергей Миронович Киров. Убийца, бывший инструктор Института истории ВКПБ, 30-летний Леонид Николаев был пойман тут же на месте. Историки до сих пор не пришли к общему мнению по поводу этих событий. Сегодня, 85 лет спустя данной трагедии, мы снова поговорим о событиях тех лет. У нас в гостях писатель-публицист Елена Прудникова. Здравствуйте. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте, дорогие телезрители. Итак, по многочисленным просьбам трудящихся мы обратимся сегодня к частной теме из истории репрессии, а именно к убийству Сергея Мироновича Кирова. Которая считается бытовым или не считается бытовым. До сих пор никто не соизволил, наконец, нормально изучить эту тему и разобраться, что там было на самом деле. Или из-за закрытости архивов, или почему-то еще. Но как бы то ни было, давайте мы рассмотрим это убийство на тех данных, которые мы имеем. Итак, хроника. Вот эта книжка. Здесь рассказ про оппозицию и рассказ, в том числе, и про убийство Кирова. Итак, хроника. На 1 декабря 1934 года в Ленинграде было назначено собрание партийного актива. Киров готовился к собранию, работал он дома и в Смольный приезжать не собирался. В этот же самый день Леонид Николаев, бывший служащий рабоче-крестьянской эспекции, а ныне беспартийный, пришел в Смольный с целью добыть билет на конференцию, где он собирался убить Кирова. Пришел он туда к 13.30. Вроде бы билет ему кто-то из знакомых обещал, но в конце концов так он ничего и не достал. Вышел из Смольного, поболтался и вернулся обратно около 4 часов с копейками. Побродил по Смольному, зашел в туалет на четвертом этаже и, выйдя из туалета, вдруг увидел, что по коридору идет Киров. Это его собственная версия, как он рассказывал о наследствии. Киров шел один без охраны. Тогда Николаев пошел за ним и за поворотом к коридору выстрелил ему в затылок. Киров упал. В это время там... Дальше есть разные версии поведения Николаева. Говорил, что он впал в истерику, что он на почве истерики потерял сознание. На самом деле это было не так. Просто в том же коридоре, незамеченной Николаевым, сразу работали электрики. И электрик, стоявший на стремянке, просто кинул в него молотком и попал. Вот молодец какой. Попав, он оглушил Николаева. Но, конечно, этим уже было ничего не исправить. Это хроника событий. А теперь мы будем задавать вопросы. Вопросов у нас достаточно много. Много вопросов, много совпадений, очень странных совпадений. Например, Киров же не собирался приезжать в Смольный в этот день. Почему он все-таки приехал? Они встретились, по версии Николаева, совершенно случайно. Но какая-то это странная случайность. Где был Николаев с 13.30 до 16.30? Тоже не поднято по словам. Гулял в окрестностях Смольного. Дальше. В момент покушения Киров оказался в коридоре один. Почему один, если он имел личного охранника? Конечно, Киров охрану страшно не любил, как и все высокопоставленные большевики. Но его охранник Борисов имел четкую инструкцию, что от охраняемого не отставать. Куда он делся? Он где-то отстал, где-то задержался. Но факт тот, что охранника в этот день не было. Более того, на следующий день в Ленинград примчался Сталин. И тут же потребовал себе, естественно, охранника. И вот когда охранника Кирова везли на грузовике, на допрос к Сталину, грузовик чуть-чуть врезался в стену. Он почти не сломался. Никто не пострадал. Кроме охранника. Который почему-то получил удар в висок и до Сталина в итоге так и не доехал. Как хотите, дорогие товарищи. История у нас получается весьма странная. Но самая первая версия, что это чисто бытовое убийство. На самом деле Николаев, он, как многие психопаты, которые на грани клиники или за гранью клиники, он в своих жизненных неудачах винил не свой сколочный поганый характер, а, естественно, всех окружающих. В первую очередь Кирова. Почему не Сталина, непонятно, но Кирова. И якобы он решил свести счеты с человеком, который, по его мнению, был хуже всех. Но следствие версии о сумасшествии Николаева не приняло. То есть его посчитали истериком, психопатом, но никоим образом не сумасшедшим. Версия вторая, что он убил Кирова из ревности к его супруге Мильде Драуле. И даже вроде бы бытует такая версия, что существуют кальсоны Кирова со следами спермы. Извините, а каким образом следы спермы на кальсонах свидетельствуют о том, что это была именно Мильде Драуле? Вы фотографии тогда вам посмотрите. В распоряжении Кирова был достаточно большой штат присяжных шлюх города Ленинграда. Поэтому с чего бы он вдруг запал на эту дамочку, абсолютно непонятно. Считается даже, что Мильде Драуле вызвала Кирова в Смольне, но, опять же, любой мужик, который занимается хоть одной нормальной работой, если перед ответственным совещанием у звонит любовница и кричит, приезжай, что он скажет? Дорогая, вот отработаем, и я тебе все, что хочешь, любой каприз, а сейчас ко мне не лезь. Правильно ведь? Ну, любой мужик так поступит. То есть, версия эта, конечно, смехотворная, и в версии эту Сталин не поверил. На следующий день он приехал в Ленинград, и начали вскрываться очень интересные моменты. Более чем интересные. Рассказывают, первое, что он сделал, выйдя на перрон Московского вокзала, это подошел к начальнику управления НКВД Ленинграда, товарищу Медведю, и дал ему по физиономии. Он, в принципе, мог. И даже, как бы, в общем, дал за дело. Но дело в том, что ленинградские чекисты были тут же отстранены от следствия, и следствие было поручено Москве. То есть, конкретно наркома внутренних дел товарищу Ягоди, а курировал его секретарь... Нет, по-моему, тогда он секретарем еще не был, но в любом случае, курировал его человек, который, в принципе, курировал силовое ведомство в ЦК, товарищ Ежов. Очень известная нам по-прежнему рассказом парочка. И начали происходить замечательные, любопытные вещи. Ну, Николаев все отрицал. Он говорил, что... Сначала он говорил, что у него организации никакой не было, что он убил Кирова, потому что тот виновен во всех его бедах. Потом, как говорится, раскололся, начал называть фамилию. Ну, причем фамилию он, похоже, называл совершенно непричастной. То есть, ну, как бы, ну, не совсем непричастной. Эти все люди были видные оппозиционеры. У одного из них там на квартире хранился весь архив ленинградской оппозиции. То есть, это не просто так были люди, а, соответственно, зиновьевцы. Были ли они причастны к убийству Кирова? Сталин считал, что были. Более того, первое, что он сказал, ищите среди зиновьевцев. И непонятно, с чьей подача Григорий Евсеевич и Зиновьев считаются человеком безобидным. Хотя, на самом деле, это и близко так не лежит. До 1926 года Григорий Евсеевич был председателем Коминтерна. А Коминтерна, между прочим, это крупнейшая террористическая организация 20-х годов. То есть, подчинение у Зиновьева было большое количество террористов, которые могли организовать все, что угодно. Поэтому не зря их искали. Арестовано по этому делу было оппозиционеров около чуть меньше тысячи человек. На самом деле, репрессии были не так уж и страшны. Еще было выслано по официальным данным чуть больше тысячи так называемых бывших, то есть представителей бывших враждебных классов. Ну, не десятки тысяч, как говорилось, в 90-е годы. Я склонна поверить, что все-таки их было именно тысячи, потому что в 90-е годы утверждали, что на Колыме погибло несколько десятков миллионов человек. Вопрос, как их могли туда доставить двумя пароходиками и где их там размещали. Сталин, естественно, воспринял это как террористический акт со стороны оппозиции или как политическое убийство. Так что, собственно, у нас есть три версии. Первая версия – это чисто бытовое убийство, мститель-одиночка. В эту версию, конечно, можно поверить, но это классика террора практически. Во всех убийствах террористов всегда мы имеем мститель-одиночку. Что Канегистер, который стрелял, Вурицкого мстил за своего полового партнера, что Николаев мстил. В общем-то, еще раз, как говорится, это классика террора, а то, что по этому делу были расстреляны жена Николаева и еще двое его близких родственников, говорит за то, что, скорее всего, все-таки его использовали в темную. Ну, как, поднакрутили, поговорили, подтолкнули и указали. Почему я думаю, что это так? А потому что я не верю в такое огромное количество совпадений. Давайте мы вернемся к странностям. Почему Киров приехал в Смольный? Ну, естественно, любовница его не вызывала. Никакой нужды ему приезжать абсолютно не было. Все документы возил ему курьер. Через полтора часа должно было начаться завещания партийного ар-актива. И Резон был приехать прямо в Таврический дворец, не делая никаких странных петель. Но он приехал. Почему? На самом деле была только одна контора, по просьбе которой Сергей Миронович приехал бы в любое время. Контора эта называлась, естественно, как? НКВД. Ну, в принципе, сейчас уже выяснено и доказано, что действительно ему позвонил на квартиру начальнику правления НКВД товарища Медведь и назначил ему встречу в Смольном. Именно на 16.30. Причем сам он на эту встречу опоздал. И когда Николай обстрелял в Кирова, Медведь только вызывал машину. Очевидцы вспоминают, что минут через 10 после убийства появился страшно растерянный Медведь. Таким образом, не факт, что именно Медведь был причастен к этому делу. Почему он мог его вызвать? Очень просто. Например, предупредить о том, что его собираются вечером убить на парт-активе. Его же действительно собирались убить. Ну, мог предупредить, могло быть и такое. Виноват ли сам Медведь в этом? Ну, тоже не факт. Его тоже могли использовать темную. Например, любой из его секретарей мог предупредить Николаева, что Киров будет 16.30 Смольным по вызову Медведя. И тогда уже совершенно у нас нарисуется другая ситуация, что Николаев пошарился по Смольному, вышел, позвонил. Ему сказали, когда Киров приедет. Киров был человеком пунктуальным. Он пошел, засел в туалете и увидел, что Сергей Миронович идет по коридору и все выполнил. Тем более, охранник где-то отстал, задержанный неизвестно кем. Более того, где-то в середине октября, за полтора месяца до убийства, Николаева совершенно случайно задержали чекисты. В портфеле у него был револьвер, но это, в принципе, ничего не значит. Тогда любой член партии имел право носить оружие. Но в кармане у него был блокнот с маршрута Микирова. И тем не менее, его отпустили по звонку заместителя начальника управления НКВД товарища Запорожца. То есть, ситуация, как видим, предельно странная. Но она окажется еще страннее, если мы поговорим о вещах менее известных. А именно в этом деле есть отчетливый немецкий след, о чем почему-то очень мало говорится. 1 декабря, разбираясь с документами Николаева по горячим следам, следователи выяснили, что в его записной книжке есть телефон германского консульства в Ленинграде. И эту информацию сочли настолько важным, что и без 20 час начальник ленинградского НК «Медведь» сообщил об этом наркому утренних дел Ягоде. Затем выяснилось, что Николаев получал в немецком консульстве деньги, на что затаривался в магазинах Торксина. Согласно его собственной версии, он сказал, что нашел телефон в телефонной книге, позвонил и представился украинским писателям. И предложил написать им книгу, какую книгу немецким зафинансировали. Хорошая история, конечно. И деньги давали. Но что самое интересное, именно в этот день, 1 декабря, немецкий консул срочно покинул Ленинград. Но, как ни странно, немецкий след дальнейшего развития не получил. А каким-то образом он превратился почему-то в латышский след. Там говорилось о влиянии иностранцев, но почему-то о латышском консуле. Почему в первичных материалах об этом ничего не говорилось, непонятно. Так все-таки мог ли Николаев быть немецким шпионом? Судя с того, что у него нашли телефон немецкого консула... Вряд ли он был немецким шпионом, скорее он был человеком, которого просто использовали. Использовать такого человека это не очень трудно, учитывая пограничное состояние на грани сумасшествия, если не за гранью сумасшествия. В принципе, скорее всего, воздействовали через родственников, но факт тот, что деньги он от немцев получал. Хотя, конечно, он мог работать и по заданию немцев. Тоже мы не можем совершенно исключить. Тем более, что немецкие связи у нашей оппозиции были точно так же, как и всякие другие. Как бы то ни было, Сталин в случайность не поверил ни секунды. Первое, что он сказал, искать именно среди зеновицев. Елена, а как вы считаете, к убийству Кирова мог быть замешан Сталин? Сталин? А зачем? Нет, есть, конечно, такая версия. Очень много сейчас вбросов идет. И она была пущена в обиход во времена Хрущева, который на Сталина вешал всех собак. Как будто бы Сталин видел в Кирове своего конкурента. Но зачем? Смысл какой? Чтобы активировать большой террор. Это можно было и без убийства своего вернейшего сторонника активировать. Очень многие просто... Это как-то глупо. Бей своих, чтобы чужие боялись. Зачем? Проще бить чужих, пусть боятся тех, кто... То есть эту версию мы отбросим с самого начала, да? Да я ее как-то не собиралась рассматривать. Ну, очень часто про это пишут, что вот это Сталин, сталинский след, вот поэтому он поубирал. Знаете, еще не про это пишут. Пишут, что Сталин был отцом собственной жены, что он был сыном Пржевальского, что он был этот, как я в прошлом писал, что он ел свои гиди. Творец солнечной системы. Нет, это Ленин, творец солнечной системы. Да. Мало ли чего и пишут. Ну, я должна была задать вам этот вопрос, потому что очень многих интересует вопрос, был ли причастен Сталин к убийству Кирова. Кому, с моей точки зрения, нет, по той же причине, по какой Берии он был причастен к убийству Сталина. Они были в одной команде, что им было делить. А вы же не писали про Кирова ничего, да? Я писала про Кирова, это было очень давно, еще в книге «Двойной заговоры», 15 лет назад. Использовала все, до чего могла дотянуться. В основном, конечно, была книга Кириллиной, ну, и еще некоторые разрозненные документы. Вот, я задам вопрос. Так. Елена, какие источники вы использовали для оценки данного преступления? Какие книги вы читали? Это было очень давно, я основывалась в основном на книге Кириллины «Неизвестный Киров», но она настолько полна и хороша, что там вряд ли еще что-то было надо. И некоторые разрозненные моменты были разбросаны по другим книгам. Ну, в общем-то, и все. Чтобы увидеть несообразность этого дела, особенно-то много данных не надо. Интересный следующий вопрос. Если Николаев был настолько больной, как все это описывают, как он смог устроиться на престижную работу в институт инструктором истории ВКПБ? Тоже хороший вопрос. Да. Ну, во-первых, тогда больных было очень много, потому что только что кончилась гражданская война, которая по душам людей проехала железным трактором. Тот же историк Жуков говорит, что он прямо-таки даун, что он поздно начал говорить, пошел в 11 лет. Умственные отсталости были не просто на лицо, у него походка была, руки опущены, обезьянная походка, что он именно в современной терминологии был дауном. Если он был дауном, то как дауна могли принять на такую... Знаете, судя по фотографии, мужик был очень даже ничего. В книге Аллы Терильной, которая пользовалась, там, конечно, говорилось, что он был дурен собой, но на фото это не отражается. Потом, знаете, вопрос, как же он служил в очистке, но не я его туда назначал. Как же он служил в очистке? Я его туда не назначал. Если человек был грамотный, если у него был хорошо привешен язык, уже неважно, в каком возрасте он пошел. Знаете, грамотных людей было очень мало, и их практически все выкачивала промышленность. Так все-таки интересно, была ли связь Кирова и Мильдедраули, или это всего лишь предположения необоснованные? Понимаете, я еще раз призываю всех, кто думает, что такая связь была, найти в гугле фотографии Мильдедраули и подумать. Человеку, у которого были по бабской части огромные возможности, включая там Кировский театр и все прочее, мог ли он запасть на эту дамочку? Она настолько невыразительная, настолько никакая. Это же, извините меня, не столоначальник 14-го разряда, чтобы секретарша к линии подбивать, правильно? Зачем она ему? Так, да, следующий вопрос. Как в перенаселенном Ленинграде в начале 30-х, после устройства на работу Мильдедраули, они получают трехкомнатную квартиру? Вот, это тоже хороший вопрос. Это тоже тот вопрос, который надо задать, и который, по-видимому, задало следствие, но мы ничего об этом не знаем. Вопросов очень, на самом деле, вопросов очень много. Более чем. И почему они жили летом в недешевом Сестрорецке, и почему они получили квартиру, и кто устраивал Николаева на эти работы, с которых его вышибали? Да. То есть они на одну зарплату четвером живут? И потом вряд ли на большую зарплату, потому что тогда коммунистам и работникам Смольного платили не сильно много. Но деньги они откуда получали. Вопрос откуда? И не только, да, вопрос откуда. Вопрос откуда. То есть Николаева и не размотали. А понимаете, еще какой интересный нюанс? 1 декабря вышел очень интересный документ. Считается, что его писал Каганоича редактировал Сталин, но я лично в это не верю, потому что он слишком... Ну, это не тот документ, и Сталин, скорее всего, даже не знал его. Сталин, он не подписан. И через Политбюро он не проходил, и через Совнарком не проходил тоже. У нас обычно... Обычно у нас все серьезные вещи, они проходят постановлением Политбюро и Совнаркома. А этот документ проходил постановлением в ЦИК. Не подписали его председатель в ЦИК Тарище Калинин и секретарь в ЦИК Тарище Янукидзе. Я слышала как раз, что Калинина подписи там не было, а была только подпись Янукидзе. Вы уже поняли, о чем я говорила. Естественно. Ну, тем более. Считается, что еще и Калинин подписал. Ну, я слышала как раз, что там как раз было так оформлено, что подпись была только Янукидзе. Вот похоже на правду. Я его сейчас прочитаю. Да. О порядке ведения дела подготовки для совершения террористических актов. Пункт первый. Предложить следственным властям вести дела обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов ускоренным порядком. Пункт второй. Предложить судебным органам не задерживать исполнение приговоров о высшей мере наказания за ходатайство преступников данной категории о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза не считает возможным принимать подобные ходатайства к рассмотрению. Пункт три. Предложить органам НКВД Союза СССР приводить в исполнение приговоры о высшей мере наказания в отношении преступников названных категорий немедленно по вынесению судебных приговоров. Диана, вы понимаете, что это значит? Да. Это значит, что берут преступника с поличным, как Николаева, 10 дней на следствие, а потом суд и стенка. В этот же день расстреляли, да? И никогда уже. Ни защиты, никого. Да, дело не в том, что не защита, дело в том, что все нити оборваны. Что не успели за 10 дней, то не успели. Да, апелляцию подавать нельзя. Получается, что... После войны следствия велись годами. Сталин кинулся в другой кранец, позволял он КВД, там по 5-7 лет велось следствие, но там выматывали все. А здесь все, все нити оборваны. И никакое дело всерьез, тем более дело об оппозиционерах, о террористах за 10 дней не размотаешь. Поэтому, естественно, следствие, опираясь на это постановление, тут же приняло дутую версию Николаева о якобы группе, в которой люди, скорее всего, все-таки были невиновны. Вот эти 13? Да, эти 13 человек. Их быстренько тут же судили и всех расстреляли. И все. И спрашиваю Николова, сколько хочешь, что за ним стоял. А учитывая, что Янукидзе был одним из крупнейших фигурантов антисталинского заговора, то видно, что это не просто так появился этот документ. Давайте посмотрим результаты дела Кирова. За убийством Кирова, как пишет Юрий Николаевич Жуков, последовали беспрецедентные, небывалые, по масштабам ареста, жесточайшие репрессии. На пяти процессах проговорили к расстрелу 17 человек. Это жесточайшие репрессии. К тюремному заключению на различные сроки 76 человек, ссылки 30 человек. И к высылке 988. Ужасные репрессии, да? Бешеные. Бешеные. Просто бешенее не бывает. И затронула эта кара в подавляющем большинстве бывших участников оппозиции. Что пишет Сталин Молотов еще 25 июня 1925 года? Я несколько раз приходил к различным мнениям, наконец утвердился в следующем. До появления группы Зиновьева позиционные течения, Троцкие, рабочие оппозиции и другие вели себя более или менее лояльно, более или менее терпимо. С появлением группы Зиновьева позиционные течения стали наглеть, ломать рамки лояльности. Группа Зиновьева стала вдохновителем всего Раскольничего в позиционных течениях, фактически лидером Раскольничьих течений в партии. То есть, видите, у нас не Троцкий главный оппозиционер, как выяснилось, а товарищ Зиновьев. Троцкий, он говорил много. Троцкий собирал недовольных болтунов, а Зиновьев, вокруг него группировались люди дела. Поскольку человек, который не умеет обращаться с людьми, не может быть председателем исполкома Коминтерна. В принципе, не может. Поэтому неудивительно, что, как говорится, это могло быть преступлением, но это не было ошибкой, то, что начали громить оппозицию именно после убийства Кирова. Но мы рассмотрели две версии, что это было убийство, что это был террористический акт. Был ли это террористический акт? Нет, я полагаю, что не было. По какой причине? Организаторы террористического акта, они никогда не прячутся за спину исполнителя. То есть, если человек сделал экшен, он говорит, вот это я, вот это мы, вот это мы эсеры, это мы анархисты, это мы оппозиция. А здесь говорится, да нет, это Николаев какой-то там странный, непонятный. Но есть еще и третий вариант, политическое убийство. А вот тут очень большой резон обставить все именно как бытовое преступление. Могло ли это быть политическим убийством? Могло. По какой причине? Дело в том, что, начиная еще с Ленина и продолжая с Сталином, вожди всегда готовили себе запасного лидера. То есть, вот еще в 18-м году, как выяснилось, после покушения на Ленина, между Лениным и Свердловым была договоренность, что случается с одним, второй берет себе всю полноту власти. И когда Ленина ранили, Свердлов взял в руки всю полноту власти. Так же и тут. Кто мог быть запасным лидером при Сталине? кто? Давайте посмотрим Сталинское политбюро. Молотов не вышел характер. Молотов, он второй, он не лидер. Каганович вроде бы и лидер, но не вышел профилем. Только Кагановича там и не хватало. Опять же, Микоян, Орджоникидзе, они не годятся по многим, в первую очередь, по национальным признакам. Ворошилов, ну, не того масштаба фигура. В принципе, кто может быть заместителем Сталина? Во-первых, это должен быть не партийный функционер, а человек, который имеет опыт управления регионом в комплексе. То есть, не партий-секретарь. Это промышленник, управленец, хозяин. Во-вторых, он должен быть русский. В-третьих, он должен быть относительно, хоть и молодым, и достаточно здоровым. Почему русским? Потому что все-таки это Россия. Все-таки это Россия. Сталин жутко комплексовал по поводу своей национальности, хотя его приняли как главу государства. И он считал, что русский народ главный народ, и он считал, что самые великие деяния должны совершаться руками русских. Например, почему он отправил на Берлин Жукова, не Рокоссовского. Тогда точно по той же причине. Потому что Рокоссовский все-таки поляк, а Жуков он русский. Хотя, может быть, и зря он так поступил. И Кира всем этим условиям удовлетворял. Говорят, что он не мог быть преемником Сталина. Понимаете, преемника же ищут не из тех, кого хотелось бы, а из тех, кто есть. А вот из тех, кто есть, он вполне удовлетворял этим данным. Причем он был ближайшим личным другом Сталина из всего его окружения. Самым ближайшим. Вот единственный человек, который парился с ним в бане, это Киров. Единственный человек, который, приехав в Москву, останавливался у Сталина, а не где-то еще, это Киров. На охоту они вместе ездили. На охоту вместе ездили, да. То есть, и сделать больно Сталину, нанести ему удар, и прикончить преемника. Именно Сталин там жил у него неделю после убийства, после смерти Надежды Алевы. Так что политическим убийством это быть вполне могло. И я бы и стала так его рассматривать. Поскольку все-таки если качать на косвенных, данных гораздо больше. А с учетом всех превходящих обстоятельств того, что произошло потом, то есть, то, что товарищ Егода оказался заговорщиком, товарищ Ижов оказался заговорщиком, и на третьем московском процессе его подсудимые открыто признали, что убийство Кирова организовано оппозицией, я бы все-таки считала его именно так. В 1956 году и после 1990 года было еще два расследования. Что вы можете сказать по поводу этих расследований? Было. А вот что самое интересное, что в 50-е годы Николаевы компании отказали в реабилитации. Да, отказали. Ну, в 1990 году, когда реабилитировали всех, тогда до кучи их тоже. Там, кого только не реабилитировали. Включая нацистских пособников. Но, с другой стороны, вот по этому фальшивому делу Николаев там однозначно был убийцей. А во всех остальных томах, по-видимому, просто не стали копаться. Может, эта публика никому была неинтересна. Сейчас появляются видео и архивные какие-то данные вскрываются, что убийцей мог быть все-таки охранник Кирова, а подстроили под Николаева там... Нет, это я не слышала, но... Что якобы... Почему охранник, почему не Николаев? Ну, появился там свидетель, который написал спустя много лет свои показания, что когда он выбежал на два выстрела, прозвучало два выстрела, он выбежал в коридор и увидел, что Николаев, Киров лежит, рядом Николаев, а от них отходит третья фигура. Вот, и... Может быть, это был Электрик, который кинул в него молотком. Свидетельство Электрика никто не отменял, он дал показания в тот же день. Возможно, это был кто-то из рабочих, которые работали в коридоре. Там было не два человека, и не три, там их было больше. Как минимум, один стоял на стремянке, один ее держал, и один подавал ему провода. Это как минимум. Кладовщик там еще был Васильев. Ну, там в показаниях, говорят, ну, стали появляться, что был еще кладовщик Васильев. Может быть, и был Васильев, я не помню, но Электрика были точно. Говорили, что в Смольном в это время проходило совещание Чудова, это его зама, и что Чудов вызвал вот для каких-то там нехватающих документов, и вот он заехал отдать документы Чудову. Ну, это вряд ли. Он бы прислал его курьера. Ему курьер все время мотался, возил ему документы. Это как-то немножко не по субординации, что первый заезжает отдать его заместителю какие-то документы. Послал с шофером, с курьером, с кем угодно. Интересный момент, что после убийства Кирова через 15 минут допрашивали в Смольном саму эту драули. Как она за 15 минут успела попасть с фонтанки, с рабочего места в Смольный? Вот насчет допросов драули в Смольном я не знаю. Я знаю, что его допрашивали в тот же день, но, по-моему, все-таки это было в Большом доме. На самом деле интересный момент, если все-таки он из ревности убил, почему при нахождении дневника у него при обыске квартиры ни слова не упоминается ни о ревности, ни о ненависти к Кирову, хотя он очень много описывал, что отчаяние, вот он отчаялся, что не может найти работу, и ни слова нет о ревности. О ревности нет, но о ненависти, Кирову как не просто Кирову, а как, знаете, вот раньше царь во всем виноват. Ну да, да. Вот именно не Кирову как Кирову, а Кирову как главному в этом регионе, из-за которого бедного Николаева жизни не дают. Это да. То есть, на самом деле, конечно, неплохо было бы, чтобы вы психиатр освидетельствовали, но, опять же, постановление от 1 декабря не дало возможности это сделать. Да. Так. И не зря сразу после этого постановления у товарищей Нукидз начались очень крупные неприятности. Да, его там сняли с постов. И, в общем-то, не факт, что оно и выполнялось. Это постановление? Да. То есть, оно выполнялось в том плане, что расстреливали сразу после, если по этой статье, расстреливали сразу после суда, но насчет следствия в 10 дней, по-моему, не выполнялось. Сразу после этого скамтак расстрела судам возникло кремлевское дело. Да. О, это дело интереснейшее, потому что никто толком не знает, что там происходило. То есть, начали распутывать клубки, которые привели к Кремлю. Я в нем копалась-копалась косвенно, там допрашивали всяких уборщиц. И, на самом деле, понимаете, вот что такое уборщица? Уборщица вполне может прийти с швабры, достать пистолет и застрелить кого угодно. И в одной из книг я нашел упоминание, что кремлевское дело началось с того, что некая библиотекаря все-таки стреляла в Сталина, правда, не попала. Ничего себе. Так, знаете, на самом деле попасть из-за Нагана не очень-то просто. Если при убийстве посла Мирбуха Блюнкин, стреляя практически в упор, сумел не попасть в германского посла, он все-таки мужик и как бы боевик почти что. То есть, это не очень просто. Ну, вот, проскакивала такая информация. Ну, Николаев попал в Киров с Наганова. Николаев попал, да. Да, с первого стреляла. Ну, он стрелял практически в затылок вплотную вообще. А если библиотекарь, что стреляет даже на расстоянии там два метра. Мы же ущерстили кремлевскую обслугу и, в общем-то, правильно делали, потому что охрана у нас была поставлена просто безобразно. Еще в 1931-1932 году Сталин вообще ходил с одним телохранителем пешком по улицам. Потом же была очень известная история, когда доклад нашего чекиста, который был внедрен в антисоветскую организацию, и он как раз в это время сопровождал некоего эмиссара заграничной разведки. Вдруг этот эмиссар видит, настречем идет Сталин. У того сразу рука к пистолету сейчас убить его и все кончить. Этот пишет, еле-еле я отговорила вот этого дела. И после этого было постановление Политбюро, что хождение товарища Сталина по улицам пешим порядком прекратить. Вдобре я, конечно, это его не сделала, но охрана была поставлена просто, безобразно, и нормальную начали ставить уже где-то к 37-му году. Постепенно, более-менее, после кремлевского дела, после того, как чуть не взбунтовался полк, который должен был охранять, потом стали выводить оттуда курсантскую школу, которая тоже неизвестно, кому подчинялась. В общем, все это делалось постепенно и достаточно медленно. И, в общем-то, членам правительства во многом повезло, что они во все это время уцелели. Но и Накидзе был снят очень быстро. Киров знал в лицо Николаева? Да вряд ли. Зачем ему? Мог, конечно, знать, как просто случайного человека. Они с ним вместе не работали. То есть, возможно, что они встретились в коридоре, Николаев повернулся, и Киров даже не останавливался, потому что он его не знал. Нет, Николаев шел за Кировым, поэтому он тут не поворачивался, он шел к своему кабинету. Да. Николаев шел за ним. Считала, что он вышел с туалета, получается, напротив него шел Киров. Он остановился и повернулся. Киров прошел, и тогда он его догнал сзади и выстрелил в затылок. Ну, даже если Киров знал Николая, какая разница-то. Ну, это интересно все-таки. Если он знал, то... Ну, это же был не друг Вася, с которым у них литры водки выпиты, да? А ты что в Смольном делаешь? Ну, видел он этого человека. Может, видел, может, не видел. Что он должен останавливаться и у каждого спрашивать, как он оказался в этом коридоре. Оказался, значит, так надо. А в основном-то, я думаю, были знакомы ему люди в Смольном. Вопросов стало больше, чем до передачи. То есть все-таки... Задавайте, Диана, задавайте. Что делал Николаев в Смольном? Николаев в Смольном, согласно его версии, он пытался добыть билет. Поскольку должны были любого члена партии в Смольном пропустить, то его беспрепятственно пропускали, даже с оружием, на которое он имел права. Попорт билетом. Зачем Николаев хотел попасть в Таврический? А вот там он туда хотел попасть, чтобы убить Кирова, согласно его же версии. Так. Вот, получается, он хотел попасть в Таврический, приезжает Киров, на готовое, так получается, он его убивает здесь. Да, и вот что интересно, они совершенно одновременно приехали в Смольный. Вот знаешь, какое совпадение. Да. Вот какое совпадение. Совпадение? Не думаю. Хотя что стоило Николаеву позвонить нужному человечку в НКВД и получить точное время приезда Кирова, потом засесть в туалете, да ничего ему не мешало. Зачем Николаев оговорил 13 зиновьевцев, что они были причастны к делу, назвал их, откуда вообще он знал эти фамилии? Фамилии знакомые были по прежней работе, насколько я понимаю, по прежней деятельности. Он знал, что они оппозиционеры. Зачем назвал? Чтобы создать видимость организации и чтобы его не спрашивали о настоящих вдохновителях. Вы хотите организацию? Вот она, пожалуйста. Чекисты, соответственно, работали спустя рукава. Или не спустя рукава, возможно, ему сообщили, что эта ложь будет принята. Он прикрывал подлинных организаторов преступления. Так подлинные организаторы все-таки были? Конечно, были. Но не Катасонов же с компанией все это устроили. Если чекисты у них были практически на побегушках, то в каких же краях сидели эти люди? Но фамилии мы так до сих пор и не знаем, да? Нет, мы не знаем фамилии. Фамилии были названы на московском процессе. Я вот сейчас навскидку не скажу, кто именно, по-моему, все-таки Зиновьев. Если мы будем рассматривать результаты московского процесса как исторический документ, тогда мы можем назвать фамилии. А если мы будем говорить, ой, это сталинский процесс, это туфта с самого начала, значит, мы их не можем назвать. Все-таки интересно, если это были зиновьевцы, 13 человек, которых расстреляли, почему не расстреляли самого Зиновьева? Не приговорили к расстрелу? Так извините, надо же было доказать. Потом Зиновьев был в Москве, а эти были в Питере. Но если ниточки довелись, что они все зиновьевцы? Ну, они же бывшие. Зиновьев там формально отошел от оппозиции. И сколько было руганий, вот уже я сейчас читала документы по данным 37-го года, и там как раз один моментик об организации репрессий. Там сколько говорится. Рассказывает чекист, который все это делал. Мне приказали брать по старым формулярам учета. Что это значит? То есть был человек в 27-м году троцкистом. Его тоже грибут и расстреливают. Хотя он же 10 лет как с оппозицией ничего общего не имеет. Хотя требовали только ныне действующих на данный момент, а на самом деле грибли всех, кто был в соответствующем списке. Так что вот так же и тут. Мало ли кто кем когда был. Это все не считается. Считается действие на сегодняшний день. На каком основании расстреляли всю семью? Тещу, брата, сестру, сестры, мужа. А тещу развернули расстреляли? Да. Ну, понимаете? Там около 10 человек из близкого окружения. Это всего 17 расстреляли. Нет, так это же уже следующее дело. Я имею в виду именно из близких, из окружения Драули и Николаева. Понимаете, поскольку в то время не было такого, что расстреливают за членство, то либо Николаев на них показал, что они тоже его вдохновляли, их расстреляли, не разбираясь, либо они действительно были причастны, но никого не выдали. Тут два варианта, пожалуйста. Выбирайте любой. Пока это дело не будет исследовано нормальным юристом, ни журналистом, ни историком, нормальным юристом, мы толком еще не узнаем. Значит, будем ждать исследования нормальных журнистов, юристов и историков. Спасибо. С нами была Елена Врудникова. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова